Добрый день, я представлю сегодняшнего нашего тьютера и организатора в основной части работы конференции, Елена Владимировна Лосева, когда сегодня будет нас представлять уже по мере продвижения, мы сейчас предоставим, где возможности. Мы начинаем работу нашей конференции, которая называется «Теория музыки в России. Традиции и перспективы». И я предоставляю слово для приветствия ректору Московской консерватории Александру Сергеевичу Сталову. Спасибо. Дорогие коллеги, очень рады мы все вас видеть. Вы настолько привыкли к этим стенам, настолько хорошо знаете, что конференции здесь проходят постоянно, вы не принимаете участие. Конференции самого разного уровня студенчества, международных, наверное, вы заметили уже по раздаточным материалам, что эта конференция особенная. И в самом деле, тот документ, который в проекте предложил вашему вниманию, и мы подзануе свернемся к его обсуждению, он связан с перспективой, которая нам кажется очень важной и в свое время. Это перспектива создания общества, теории музыки, российского общества, которая не только позволила бы нам активизировать свои контакты, и не позволила бы реализовать те идеи, которые, естественно, на множестве рождаются среди нас, но оно имеет еще и такую перспективу, как выход из международных пространств в качестве членов европейского общества, теории музыки. И в сентябре в Риме состоится очередной конгресс, на которой мы можем быть представлены как новые члены этого европейского сообщества от России. Поэтому здесь на самом деле главная перспектива, и нам кажется, что мы вполне заинтересованно можем к ней отвестись. Ну, отсюда одна из особенностей этой конференции, которая, может быть, даже и показалась быть избыточной, поскольку мы очень многое, мы настолько хорошо знаем, что другому рассказывать не надо, но тем не менее, именно в связи с этой перспективой вступления европейского общества, нам нужно позаботиться о репрезентативности этой конференции, и чтобы она была достаточно демонстративной для взгляда извне, и поэтому мы, собственно говоря, об этом и подумали. Нас слишком мало знают, мы это прекрасно сами понимаем. Вообще, до, пожалуй, 1985 года, вообще представление за пределами России о том, что в нашем циклевизме происходит, было крайне скупным. Почему я называю именно вот это 1985 год? Это был год проведения Федеративной Республики Германии фестиваля, посвященного Шостаковичу. Весь сезон, весь концертный сезон, театральный сезон в Германии звучала музыка Шостаковича, и он был исполнен тотальным весь. То есть прошли все симфонии, вся камерная музыка, вся вокальная, вся оперная музыка. То есть Шостакович был для них полнейшим откровением. Но вот в рамках этого фестиваля прошла конференция. Конференция, которая также посвящалась Шостаковичу, и где был представлен весь, фактически, генералитет нашего московица. Она была тоже довольно такая масштабная. Потом был издан том всех этих докладов. В ту пору, я думаю, самый молодой участник этого конгресса, в основном это было старшее поколение. Но вот именно тогда и, на самом деле, поняли, что в нашем музыкаре очень много разных, совершенно разных подходов, совершенно разных идей. И это было главным, как раз, событием. Оно имело продолжение, и спустя пару лет уже в Ленинграде прошла аналогичная конференция, посвященная культуре Федеративной Республики Германии, где уже вместе с немецкими коллегами в диалоге мы также обсуждали их музыкальный материал. Вот, собственно говоря, после этого очень активизировались связи. Мы стали все чаще и чаще ездить за рубеж для участия в таких симпозиумах, конференциях. Сами стали у себя проводить такие симпозиумы, конференции. Вошла в привычку двусторонняя практика контактов с разными консерваториями. У нас уже несколько десятков таких договоров у Московской консерватории. Куда включаются обязательно, как одна из позиций, те же самые симпозиумы, научные диспуты, обмены, которые нам, конечно, очень важны. Ну, в частности, вот у нас есть такой договор с Орбонной, в Парижске, о совместном научном руководстве. Вот у Вентины Николаевны Холоповой, одна из аспиранток, имени Номаркалая, там как раз проходит такую подготовку. И у меня тоже, моя аспирантка, Валька Гарбус, и здесь, и в Париже готовят на двух языках диссертацию, которая будет вот такой первой ласточкой, защищаясь в двух странах и таким образом фактически министрифицируя вот эти самые документы о таком образовании. Но все-таки вот целостного представления о нашей российской теории музыки на Западе нет. И у нас тоже, конечно, ощутим дефицит знаний о том, что сегодня происходит в музыковедении других стран. И поэтому конечная цель нашей конференции – это выйти на новый уровень такого профессионального общения и, соответственно, вот создать это общество. С этим связана, как я сказал, некоторая специфика конференции и ее структура. Ну, как обычно, в бинарной части на сегодняшний день, где выступят руководители секций с некоторыми докладами более обобщенного клана, а потом пойдет, собственно, секционная часть. Ну, здесь тоже есть как бы два принципа выстраивания этой конференции по секциям. Один тот самый – репрезентативный. То есть мы показываем традиционную для нас систему музыкально-теоретических дисциплин, которые выражены в учебных курсах и соответствующих направлениях исследований. То есть это анализ, гармония, полифония. Три секции такого рода, они посвящены нашим мэтрам, ушедшим, к сожалению, в последние годы. Это Евгений Владимирович Назайкинский, ему посвящена секция анализа. Это Владимир Васильевич Протокопов, ему посвящена секция полифонии. И Юрий Николаевич Холопов, которому посвящена секция гормон. Сальфин же у нас представлен в несколько другом жанре. Будут мастер-классы, то есть будет такая практическая направленность, но тем не менее связана с принципиально новыми подходами, с новыми методиками, которые мы также очень с интересом воспринимаем и думаем, они интересны не только нам. Анализ, как вы могли заметить из названия самой секции, представлен расширительно. То есть общие вопросы теории музыки, это действительно то, что многие годы отвечало наш подход к анализу музыкальных произведений или анализу формы. Тут была долгая дискуссия, которая, мне кажется, весьма благотворной, но она была. Дело не в этом. Тем не менее, курс все время развивался, обогащался и развивался именно в сторону охвата все более широкой проблематики и все более интересных воздействий извне, поэтому именно вот такое расширительное название секции здесь вполне, как мне кажется, объективно. Ну и второй принцип, это, собственно, принцип проблемный. То есть секции, которые акцентируют особо актуальные для нас явления в нашей практике, в нашей работе. Ну, первая такая очень важная для нас проблема, и давно уже, собственно говоря, обсуждаемая, это проблема перекрестного опыления, я так сказал, теоретической и исторической методологии. Это то, что мы очень давно и с удовольствием обнаружили в работах самого разного уровня, от курсовых до диссертационных. И поэтому то, что раньше было вот раздела между историей и теорией, теперь это легко преодолимая грань, и вот такая интерференция исторического и теоретического подхода, это, конечно, одна из очень интересных проблем, и одновременно и традиция, и перспективы, которые мы также сегодня будем обсуждать, и в этих книгах будем обсуждать. Второй очень острый для нас вопрос, который отражен на названии секции, связанной с концепцией непрерывного образования на нынешнем этапе, связан с сверхзадачей момента. Мы ее прекрасно с задачей понимаем, устоять. Устоять в русле реформы высшего образования, которая сейчас как раз достигла своего апогея, и Московская консерватория на протяжении всех этих шести лет всегда находилась в эпицентре событий. И, собственно говоря, голос Московской консерватории звучал со всех трибун, из трибуны правительства, из трибуны парламента, как нижние и верхние палаты, и, естественно, с тех трибун, которые связаны непосредственно с нашей деятельностью. Это ассоциация творческих вузов, это совет ректоров консерватории России, это учебно-методическое объединение Министерства культуры и так далее. То есть это на самом деле была самая настоящая баталия, она еще, собственно, прекратилась. Я недавно подсчитал, что только за последние 12 месяцев, то есть вот с мая по апрель, я сам 14 раз выступал на всех трибунах, включая вот как раз и правительственные и парламентские, именно вот доводя до сознания тех, кто сейчас с нами полемизирует, ту логику, которая нам всем здесь очень хорошо понятна. Но, собственно говоря, вопрос не закрыт, поэтому одна из наших секций, она также нам устремлена вот в эту самую проблематику. Нам очень важно в эти дни и, конечно, обменяться мнениями, и выработать какую-то консолидированную позицию по этим вопросам, но что будет в сухом остатке, покажет последний день. То есть у нас последний день – это круглый стол, где мы будем иметь возможность и обсудить доклады, а также вот в этот день как раз у нас будет возможность узнать о некоторых образцах, так сказать, уже создания аналогичных секций и по-разному они называются, ассоциаций за пределами России. И здесь как раз вот у нас есть запланированный доклад Ильдара Адамировича Хананова «Национальное общество теории музыки США, Германии, Голландии, Франции и Великобритании». Вот это вообще просто интересно само по себе, но вот тот проект, который вы держите в руках, это уже некоторая выжимка из разного рода документов, специфичных для той или другой страны. То есть мы можем как раз по итогам этого сравнительного анализа еще разочек подумать, в какой степени готов наш проект и может быть в нем еще что-то следует установить. Ну, естественно, что у нас предусмотрены возможности неформального общения, поэтому сегодня всех участников конференции я приглашаю на фуршет в 18.30 в нашем профессорском буфете. Вот, поэтому с этого вообще... 18.15. 18.15, ну еще того, лучше 18.15. С этого как-то легче стартовать. Ну и я думаю, что завтра пойдет сонная работа уже в таком хорошем подлевкусе этого нашего сегодняшнего отмена мнения. И в самом конце для тех, кто этим заинтересуется, мы подготовили экскурсию в Музей Глинки. Там тоже нас ждут наши партнеры. У нас, кстати, с ними договор о сотрудничестве с Музеем Глинки. И будет организована доставка отсюда туда, прямо на автобусе. Для тех, кто предпочтет знакомство с фондами библиотеки, нашей научной библиотеки, тоже такая возможность, естественно, будет предоставлена.